Насмотревшись много видео про коронавирус, мне очень хочется рассказать вам, как можно найти позитивные стороны даже в такой непростой ситуации. Итак, что хорошего есть в ситуации эпидемии коронавируса? Давайте рассмотрим в этом видео. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами духовный психолог Фатеева Елена. Итак, что сейчас происходит у нас на планете? Нагнетается, конечно же, очень большая волна паники. И я вам скажу, что несмотря на достаточно большое количество информации, которую я обрабатываю, у меня даже молекулы страха не было по этому поводу. Ну, я свое, наверное, уже отбоялась, хотя не буду зарекаться окончательно, но мне надоело бояться, честно говоря, хотя многое мне пришлось пережить в этой жизни. Я поняла, что эта энергия, она совершенно бесперспективна, она обестачивает полностью, и поэтому я научилась справляться с этим. И когда я вышла на улицу и прочувствовала вот эту вот волну, вот этой беготни, вот этих вот закупок, вот этой вот паники, это прям витает в воздухе, и эта волна стала подкрадываться ко мне тоже. То есть все заразительно. Поэтому я вам очень не рекомендую на это поддаваться. Следите, как это на вас влияет, и постарайтесь себя оградить от потока вот этой негативной информации. Это первое, что нужно сделать для того, чтобы перевести эту ситуацию в позитив. Я вам скажу, что любую ситуацию можно перевести в позитив. Давайте сначала посмотрим в глобальном масштабе. Что ж такого хорошего, если взять с точки зрения всего нашего человечества, происходит во время этой эпидемии? Давайте вспомним, что все происходящее происходит или по промыслу Божьему, или по попущению Божьему. Скорее всего, тут дело уже в попущении, потому что болезнь, как я уже говорила в своих предыдущих видео, это способ, во-первых, людей разбудить. Очень большое количество людей находится в спящем состоянии души. И Господь через такие вот сложные ситуации, Он будит людей. Проснитесь, подумайте, куда вы бежите, остановитесь в этой вот бесконечной беготне. Задумайтесь о смерти, о ценностях жизни, задумайтесь о смысле своей жизни в конце концов. Поэтому, если вот в таком направлении направлять свои мысли, чувства, действия, то вы сразу вдруг поймете, что и в этой ситуации есть огромная польза для человечества. Плюс, многие сейчас стали тоже писать, что вот плохие дяди, заговоры заставляют государство полностью отделиться друг от друга, закрыть все границы. А смотрите, границы-то не закрываются по факту. Все равно этот вирус распространяется. Что хочет нам сказать Бог через это? Он хочет сказать очень простую вещь, которая тоже максимально для нас полезна. Что, посмотрите, вы единое целое. Вы клетки единого организма под названием человечество. И так и есть. В таких сложных ситуациях на поверхность выходит, что? Во-первых, самые добрые чувства сейчас, даже если вакцина будет разработана в одной стране, очень быстро ею поделятся со всеми остальными странами. Потому что возникает вот это вот действительно ощущение нашего единства, когда люди видят, насколько быстро вот эти процессы охватывают весь мир. И следующее, это на поверхность выходят все неотработанные наши негативы. Это тоже огромная для нас польза. То есть выходят страхи, выходят вот эти вот желания какой-то стабильности. И вдруг Бог взял и платформу из-под ног так раз и подкосил. И всегда, когда платформа из-под ног выбивается, вот времена кризисов, вот таких вот эпидемий, различных катастроф, это тоже очень полезно для нас. Почему? Потому что у нас в жизни нет ничего стабильного. Это самая большая иллюзия. Это временная жизнь. И надо научиться жить в потоке жизни. И вы тоже задумайтесь на эту тему, вы поймете, сколько же здесь позитивного. Это в масштабах человечества. А теперь возьмем масштабы каждого из нас. Что можно действительно сделать такого позитивного для себя, как направить свои мысли, чувства и действия в позитивное русло, несмотря ни на что происходящее. Знаете, у меня такое впечатление, что происходит какая-то перезагрузка. Вот мир как бы замер вот так вот. И потом что-то такое уже по-другому будет происходить. Это очень тоже полезные вещи. Вот вы когда компьютер перезагружаете, правда, и там как бы вы начали его перезагружать, потому что сбилась какая-то программа. Ну так я делаю, у меня вот зависло что-то. Я понимаю, что мне сейчас надо перезагрузить компьютер. И то же самое, скорее всего, происходит и в вашей жизни. Это касалось и финансов, и здоровья, и отношений. Вот всех сфер жизни касалось то, что пришел вот этот вот кризис. Причем в каждую семью, в каждую душу. И теперь берите каждую сферу вашей жизни и тоже направляйте ее в позитивное русло. Вот смотрите, что вы можете сделать. Я вам подскажу, вы можете написать под этим видео свои варианты. Первое, что это появляется время. Время прежде всего для общения. Потому что часто очень люди вот в этой беготне, суете, утром убежали, вечером прибежали, детей не видят, друг друга не видят. А то вдруг появилось время поговорить друг с другом. Причем не на только бытовые темы, а может быть что-то вместе сделать, посмотреть какой-то фильм, прочитать, обсудить какую-то книгу. Вместе помолиться. Кстати, тоже появляется на молитву больше времени. Это вообще прекрасно. В церковь сходить, в таинствах поучаствовать. Но разве это не хорошо? Это очень хорошо. То есть духовная сфера может быть наполнена. Дальше, личностная сфера. Пожалуйста, вы можете пройти какой-то тренинг. Вот в ближайшие дни я буду проводить интенсив «Духовные причины болезней». Так как он в тему, оставлю ссылку вам под этим видео, чтобы вы на него тоже могли записаться. Пожалуйста, вы можете тоже это для себя сделать. Очень многие университеты, сайты открыли доступ, причем бесплатный доступ, для того, чтобы люди поучились. То есть школы перевели очень быстро своих учеников, даже детские сады. И смотрите, как в период кризиса все очень быстро двинулось вперед. Может быть, там откладывали 150 раз, а теперь самое время пришло. Дальше. Хобби. Если бы вы все тоже не находили никак для этого времени, вот, пожалуйста, вышивайте, рисуйте, танцуйте, пойте. Ну, замечательно. Здоровье. Возьмитесь вас за свое здоровье. Пересмотрите свою еду, потому что не зря же этот кризис пришелся на время Великого Поста. Это же тоже не спроста. Ничего не бывает так случайно. Пересмотрите свои продукты, пускай они у вас будут более легкие. Пересмотрите свою физическую активность, хотя бы элементарную какую-то гимнастику. Замечательные вообще вещи. Вовремя высыпайтесь, ложитесь до 11 и вставайте пораньше, и у вас биологические ритмы войдут в очень хорошее состояние. Друзья, можно пообщаться с ними там по телефону, по скайпу тоже, если вы 150 лет с ними не виделись, а вдруг появилось для этого время возможности и желания. Финансы. Конечно же, закрылись очень многие магазины, бизнесы, кафе, рестораны и так далее. И это может показаться просто катастрофой. Но смотрите, какие можно позитивные выводы для себя сделать. Во-первых, нормально переживает подобные кризисы тот бизнес, у которого была подушка безопасности. И вот самое время будет задуматься. Когда вы проживете этот бизнес, вы увидите, насколько это важно. Иметь такую подушку безопасности, вы обязательно ее создадите. Дальше вы сядете и подумаете, а что я еще могу сделать для своего бизнеса? Какие другие формы отдачи в этот мир своих товаров и услуг я могу придумать? Ну, это тоже и онлайн, может быть, какие-то другие услуги. И когда кризис пройдет, у вас эти идеи останутся. То есть каждый раз, когда человек проявляет качество, первое, креативности, выживаемости, гибкости, это признаки самодостаточной личности. А если там закрыли метро или отменили троллейбус, и у вас уже все, апокалипсис настал, это говорит о том, что вы очень личность незрелая. И поэтому страдать, переживать, обсуждать, жаловаться, возмущаться – это все слив энергии и опять накручивание себя. Но зачем жизненную энергию сливать на негатив? Если у вас появляется столько возможностей в позитивное русло повернуть все сферы своей жизни. Возьмите дом свой, пожалуйста, разберите завалы там на балконах, в подвалах, наведите порядок, сделайте ремонт, что-то сделайте хорошее. Прямо сядьте, вот после этого видео составьте список, а что хорошего я могу сделать за эти недели, дни, даже может быть месяцы, ну и что? Проживите это в очень позитивном контексте. Я вам скажу, что навык поворачивать свое внутреннее состояние, мышление, чувство в позитивное русло – это необходимый навык духовного роста. Что в Библии сказано? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. А там нет заданий, которые были бы невыполнимы. Что Бог не знает, какие трудности нас ждут? Ждут. И мне даже не нравится, когда даже священники пишут, нас ждет глобальная катастрофа. Лучше бы написать, что что бы нас ни ждало, с Богом возможно все. И чем спокойнее человек, тем меньше он поднимает вокруг себя вот эти вот волны разрушительные, потому что дробится все пространство. Чем больше вы колеблитесь, тем больше вы колеблите этот мир. Поэтому чем вы спокойнее, радостнее, гармоничнее, и вы сознательно поворачиваете себя в эту сторону, тем больше будет добра в этом мире, тем скорее ситуация закроется. Поверьте мне, что любая ситуация, даже на уровне человечества, зависит от каждого человека. Я уже говорила о том, что все мы пазлы в этой картине мира. И вот какого качества пазл, красивый, яркий, разноцветный, сияющий вы или темный, сжатый, серый. Никакой. Вот кошка моя прыгает. Вот им нет дела, например, до того, что происходит. Они молодцы. Они знают, что все равно все будет хорошо. Хозяин о них позаботится. Точно так же у нас есть Отец Невестный, он о нас тоже позаботится. Если мы верим и со своей стороны делаем все возможное, чтобы повернуть себя вверх, вперед и к небу. Надеюсь, что я была полезна вам этим видео. Свои варианты. Что хорошего придумали вы, пожалуйста, пишите под этим видео. Поделитесь с другими, чтобы им тоже были какие-то идеи. И подписывайтесь на мой канал, чтобы знать, когда выходят следующие видео. Будьте здоровы, будьте радостны и счастливы. Я желаю вам всего самого хорошего. Бог вам в помощь. С вами духовный психолог Фатеева Елена. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»